Своя КВС, друзья, всем привет! Сегодня решил снять видеоролик о рынках. И сегодня мы находимся в Каунасе, и рынок называется Урмос. То есть это обычный такой рынок, но он очень огромный и очень красивый. И давайте посмотрим, что здесь интересного. Друзья, сейчас мы решили еще зайти вот здесь, в центре Неса Кауна Тургус. То есть это центральный каунасский рынок. И мы зайдем сейчас вот в это вот отделение, где продаются всякие мясные товары. Вход на рынок выглядит вот так. Кстати, очень классный вход. Ну и вообще здесь весь рынок, кстати, интересно. Очень сделаны сами постройки, которые вы вот сейчас видели и будете видеть в видеоролике. То есть здесь все так симпатичненько сделано. И здесь очень огромный выбор. Посмотрите, сколько здесь всяких колбас, сколько всякого мяса. Есть копченое, есть обычное. Короче, выбор просто огромный. И почему вообще я решил снять этот ролик? Потому что, в принципе, кто живет в Каунасе, то все люди знают этот рынок. То есть это такой знаменитый рынок. И поэтому я решил снять этот видеоролик для тех людей, кто, например, не живет в Каунасе. То есть если вы не живете, то вы сейчас посмотрите этот видеоролик. И может быть когда-нибудь, когда вы будете проездом в Каунасе, то вы посмотрите сами лично, как здесь все выглядит. И может быть даже что-то купите. Потому что здесь недорогие цены. То есть можно здесь все, что угодно купить. И я еще повторюсь, что выбор, выбор очень огромный. Друзья, еще немножко наведу вам вот так вот камеру на ценнике, чтобы вы посмотрели цены. Вот такое вот разнообразие сыров. И это только в одном таком ларечке. То есть если мы еще пойдем в другой, там будет еще куча выбора. Поэтому здесь я повторюсь, выбор просто вообще огромный. То есть такого выбора, например, в Максиме или в Лидл вы не найдете. И здесь сыров, смотрите, сколько всяких разных. Так, ну и друзья, давайте я еще просто по кругу здесь пробегусь по всему рынку, чтобы вы посмотрели, какое здесь разнообразие товаров. Разнообразие. Если честно, знаете, я сам даже удивлен. Потому что мы вообще такие люди, что мы покупаем все только в магазинах. Ну в таких, как Лидл, там Максима или там еще Норфа. А на рынках мы никогда не закупаемся. Потому что, в принципе, у нас в городке есть рынок, но он небольшой. А здесь вот в Коунасе, если, например, я когда-нибудь буду здесь жить, может быть, когда-нибудь я скоро буду жить здесь, то, конечно, я буду ездить на вот такой рынок. Потому что здесь выбор очень гигантский. То есть здесь можно купить такие товары, которые в магазинах не встретишь. И также, знаете, еще что хотел отметить, что здесь есть не только товары, которые дешевые, а есть также еще товары, которые, ну, премиум класса. Ну вот, например, вот здесь есть всякое копченое мясо. Оно очень вкусное. И такое, я бы сказал, не дешевое. Но зато оно полностью натуральное. Поэтому рынок очень классный, короче. Мне здесь нравится. И я, наверное, сейчас, может, даже тоже себе что-нибудь здесь куплю. Еще, знаете, хочу немножко показать вам само оформление рынка. То есть как здесь вот все выглядит. Все такое светленькое, беленькое. Висят вот такие лампочки яркие. Ну и вообще в целом здесь ощущение, что ты вот не на каком-то таком, знаете, простом рынке находишься, а что здесь такой прям как торговый центр, как рынок. То есть очень здесь чисто и светло. Еще, друзья, давайте я вам покажу немножко отдел овощей и фруктов. То есть вот здесь у нас лежат яблочки. Есть также вот еще клюква. Продается по 3,50. Есть еще вот черника, голубика, сливы. Цены вы можете вот сейчас посмотреть на экране. И давайте еще вот здесь вот покажу, что есть. Тут есть картофель. Но еще, знаете, что я интересное заметил? Что здесь есть петрушка и укроп. И она здесь огромными прям такими пучками. То есть в обычных магазинах там обычно маленькие такие пучочки. А здесь прям они огромные. И цена, кстати, тоже очень дешевенькая. Также еще хочу обратить внимание, что в Литве также кушают квашеную капусту. И цена у нее 1,80 евро. Да, друзья, еще вот есть такой отдел. Здесь продаются всякие тортики и пироженки. И здесь очень-очень пахнет кофе. Вот еще, друзья, хочу обратить внимание. Есть вот такая морковочка. Она стоит 90 центов. Но, например, вы можете купить морковку и за 20 центов в Литве. Но она будет не такая. Потому что эта морковка, она, во-первых, литовская. И она вот прям с земли. То есть недавно прям выкопанная. То есть она очень-очень свежая и натуральная. Поэтому и стоит 90 центов. Есть еще также здесь вот целый отдел рыбы. Рыба тут вообще абсолютно есть всякая. То есть какую-любую вы хотите купить, можете здесь купить. И также все вот отгорожено стеклышками так красиво. И люди здесь вот сейчас ходят. В этом видеоролике, друзья, не преследует цель показать вам конкретно все цены на все продукты. Я хотел вам показать вообще просто, как выглядят рынки в Литве. Есть еще также целый отдел Шакотиса. Куда же без него? Давайте вам цену покажу. Есть вот за 13 евро. 13 евро килограмм, кстати, это ценник. И здесь очень огромный выбор. То есть можете вообще любой взять на какой-нибудь праздник. А если кто-то не знает, что такое Шакотис, Шакотис это вот такая вот штуковина. Она сделана из такого как бы специального теста. И когда ты ее кушаешь, она на вкус как такое мягкое печенье. И очень-очень она вкусная. Особенно если ее еще, например, есть с медом. Или, например, как я кушаю ее со сгущенным молоком. Еще также есть вот такие здесь отделы. Это отделы приправ. И посмотрите, какой здесь выбор. Блин, ребят, реально жалко. У нас в городе нет такого огромного рынка. Я бы здесь все покупал. Потому что, смотрите, выбор просто гигантский. И это всего лишь один такой бутик. То есть здесь этих бутиков есть еще несколько. То есть по приправам только. Также есть много бутиков, но по разным каким-то категориям. Короче, выбор здесь просто нереальный. Классный рынок. Также здесь еще на рынке продается мясо свежее. Есть разное. Есть свинина, есть говядина. Но в данном случае здесь говядина. И вы можете посмотреть цены. Давайте я вам так аккуратно, медленно проведу камеру. Вот, посмотрите. Вот такие вот ценники. Мясо, кстати, я вижу, что прям очень-очень свежее. Еще хочу вам также показать цены на куриное мясо. Посмотрите, вот ценники. Я буду медленно камеру проводить. Но если вы не увидите, можете на паузу нажать. И посмотреть цены. И сверить их с ценами. Например, где вы живете. И еще вот вам немножко покажу всякой вкуснятины. Здесь тоже вот ценники можете глянуть. Давайте еще вот это покажу. Так. И вот еще ценники тоже. Можете сверить их с вашими. Как я обещал, еще вот купил себе что-нибудь интересное с этого рынка. Купил Шакотис. Цена его 8 евро 15 центов. Еще купил вот себе такой кофеек с тортиком. И вообще, ребята, хочу попросить вас поставить много лайков за этот видеоролик. Потому что я здесь буквально рисковал жизнью. Снимал ролик на русском языке. Да еще и в Каунасе. Меня тут чуть на рынке не убили. Короче. Я надеюсь, вы поняли, что это шутка. Но тем не менее, ребята, ставьте лайки. Еще, ребята, уникальность этого рынка заключается в том, что здесь снаружи тоже он выглядит очень интересно. То есть он сделан как такой гележинке Лостотис. Как типа железнодорожный вокзал. Здесь стоит такой вот поезд. Он очень классный. И этот поезд, у него идут вагоны. И в этих вагонах тоже находятся бутики. То есть там тоже находятся торговые помещения. И вот как выглядит сам рынок. И давайте сейчас я еще пройду. Здесь у нас вот идут бутики, где как раз продается одежда. И возле этих бутиков тоже очень красивый вид открывается. Поэтому давайте я сейчас быстренько пробегу вам и покажу. То есть вот здесь, например, продается обувь. Кстати, смотрите, какие они огромные. Тут их много бутиков получается. Вот. В каждом таком отсеке идет сквозной ход. И в этом сквозном ходе очень много-много отделов одежды. Одежда тоже, кстати, здесь всякое разное бывает. То есть есть и дорогая, есть и дешевая. Ну, вообще я вижу, что много, наверное, такой даже может быть дешевой одежды. Потому что я не вижу тут каких-то прям супер брендов. Здесь идут обычные всякие названия. И также, как я вам и говорил, что вот в этом поезде здесь есть тоже вот такие вот торговые помещения. Вот здесь я вижу кафешка находится. А тут кебабы. Кебабы тут, короче, делают, продают. И вот тоже торговые помещения. И вот так красиво выполнены входы. Очень интересный рынок, кстати. Я первый... Обычно, знаете, рынок, он ассоциируется с таким каким-то, знаете, дешевым помещением. С какими-то, ну, невзрачными какими-то ларьками. А здесь все выглядит, знаете, очень круто. Я даже внутрь вон туда заглядываю. Там тоже все классно. Тут телефоны продают. А также вон ювелирные изделия. Здесь нижнее белье для женщин. И давайте еще прямо пройдем. И что еще удобно, что парковка, ребят. Парковка очень огромная. Вот здесь можно поставить машину. И спокойно здесь прийти что-то купить. Короче, рынок очень удобный. И я считаю, если я, знаете, буду в Коунасе жить, то, наверное, я тут часто буду, короче, лазить, что-нибудь покупать. Вот как оформлены, кстати, входы. Смотрите. Очень красиво. Прямо как такой, знаете, как типа железнодорожный вокзал выглядит. Здесь вот такие вот номерки висят. Получается номера рядов. И также еще есть витрины вот здесь на улице. Тоже тут всякие товары. Это у нас еще какие-то продаются там вкусности, по-моему. Джемы какие-то, да. Так, тут сумочки продаются кожаные. Кстати, не знаю, может даже сейчас зайду. Тоже что-нибудь себе куплю. И давайте еще вот здесь пробежимся. Кстати, очень много, смотрите, этих рядов. Вот идет шестой ряд. Теперь у нас идет вот даже Светбанк Банкоматас. То есть можно деньги снять. Также есть туалет. Вот он, он сюда сейчас женщина зашла. Туалет мужской-женский. И здесь еще одна галерея. Вау, ребят, смотрите, какое граффити. Нифига себе. Классно. Смотрите, какое. Шикарно. Вот такие граффити. Вот еще одно. Нифига себе. Вот такие граффити я люблю вообще, когда вот красиво прям нарисовано. Такие граффити, знаете, я бы рад был, если бы весь город бы так изрисовали. Было бы очень красиво. И здесь еще у нас восьмой ряд. Так. Еще давайте сюда пройдем. Вот тут еще есть граффити. Одежда всякая разная, кстати. Но я вижу, что бутики тоже вот оформлены. Очень красиво. То есть, смотрите, выглядит все так, ну, не как будто какой-то дешевый рынок, а прям как нормальный рынок, где можно вполне запросто что-то купить интересное. Так. Здесь у нас вот еще восьмой зал. Тут еще у нас граффити. Очень красиво. Так, тут джинсы. Джинсы продаются. Вау, смотрите, какие маленькие. Вот они. То есть, буквально, буквально как ладонь. Как две ладони, короче, маленькие такие джинсы. И здесь давайте еще прогуляемся. Так, тут у нас ювелирные украшения. Здесь еще один бутик. Здесь еще одно граффити. И тут у нас уже заканчивается этот павильон. И продолжается следующее. Кстати, ребята, этих павильонов здесь вообще очень дофига. Мы сейчас на машине здесь просто кружили. Вокруг да около. Мы ездили. То есть, сначала подъезжали к одному. Выходили, смотрели. Потом к другому. Потом к третьему. Их тут огромное количество. И парковок здесь тоже огромное количество. И, кстати, судя по парковкам, здесь народа очень-очень дофига. Я так понимаю, что, наверное, весь Коунас сюда ездит. Все знают об этом рынке. Но только мы не знали вот до этого видеоролика. Ну, а теперь, ребята, и вы тоже узнаете о том, что вот в Коунасе есть такой рынок. Вау, классно. Вольсваген электрический стоит, заряжается. И смотрите, какой интересный декор. Здесь идет вот такой тоже крытый рынок. И тут очень интересный декор сделан. То есть вот такие вот соломенные тюки. Здесь тыквы для Хэллоуина, наверное, были. И здесь вот тоже соломенные тюки. И также еще есть вот Урмос. Урмос – это, кстати, название рынка. Ребята, если в Гугле будете искать. Но вообще вам ничего искать не надо. В описании к этому видеоролику я сделаю ссылочку на Google Maps. И там вы можете нажать на эту ссылку. И вам покажет на карте, прям где находится этот рынок Урмос. Вот его название. И вот еще один у нас такой красивый поезд стоит. И здесь куча вот таких соломенных тюков. Короче, рынок очень такой неординарный и очень красивый. Короче, друзья, зашел в этот рынок вот просто снять для вас, короче, видео и увидел красивое пальто. Еще и пальто себе купил. Короче, этот рынок вообще опасный. Лучше сюда не ходите, а то тоже обязательно что-нибудь купите. Так, еще здесь установили уже вот такие вот ларечки. Это уже готовятся к Рождеству. То есть, когда будет Рождество, то здесь будет тоже кипеть прям торговля. Короче, рынок вообще просто супер. Так, и еще давайте немножко покажу вам, собственно, как снаружи выглядит рынок. И также еще давайте покажу вам карту вот этих всех павильонов. То есть, вот где мы сейчас ходили, это вот эти вот сали. То есть, вот зал переводится как бы. Первый, второй, третий, девятый. И они еще идут вон дальше туда. И также еще здесь вот есть тоже павильоны. И здесь еще, ну, здесь уже нет. Это уже не это. Вот у нас Урмос вот здесь идет. То есть, вот эти вот все павильоны, это все как раз таки рынок. Короче, рынок просто огромный, ребята. И сейчас давайте еще пробежимся в обратном направлении, только уже по другой стороне. Здесь тоже есть вот такой поезд, в котором находятся всякие кафешечки. И также нет. Здесь есть, кстати, вот еще Адидас, еще что-то. То есть, есть даже вот такая фирменная еще одежда. И, кстати, сейчас мы тоже, когда покупали пальто, и когда покупали кожанку... Ой, нет, кожанку мы не покупали. Я ее просто посмотрел. Но, короче, в итоге купил пальто. И когда мы это все смотрели, я спрашивала, откуда вообще вот эти пальто, откуда кожанки. И здесь они, ну, очень многие из Турции, например, находятся. Вот здесь тоже есть всякие костюмы. То есть, здесь есть и турецкие товары, и всякие другие. И давайте еще вот здесь пробежимся по этому ряду, чтобы вы просто посмотрели, как здесь все выглядит. Вот это, кстати, часть именно рынка. Вот эти павильоны с первого по девятый. Они очень красиво оформлены. Мне нравится, то есть, как здесь все выглядит. Особенно я еще, ну, так смотрю, что если, например, будет Рождество, и здесь еще все украсят огоньками новогодними, то тогда здесь вообще будет такое... Прикольная такая атмосфера будет. То есть, все будет светиться, и будет такое ощущение, что ты где-то идешь по железнодорожному какому-то вокзалу. То есть, вот эти вот всякие таблички, этот поезд, то есть, все так напоминает какой-то вокзал. Но, на самом деле, это рынок, то есть, где можно ходить и покупать какие-то вещи. Так, и еще, ребята, возле прям этого рынка у нас находятся вот такие красивые рестораны. Сейчас вот на экране вы видите ресторан грузинской кухни. Вот так он выглядит. И то есть, все это, ребята, рядом с рынком. То есть, обычный вот такой вот рынок, и рядом вот такая вот всякая красота. И, кстати, смотрите, здесь даже витражи сделаны вот такие цветные на вот этом навесе. И вот у нас ресторан грузинской кухни. А здесь у нас вот еще второй ресторанчик. И вот здесь вот еще дальше третий ресторанчик тоже. Кстати, рестораны очень красивые. Я сейчас мимо окошек проходил. Там такой приглушенный свет. То есть, и интерьер очень классный. Поэтому, если хотите, например, что-то перекусить, можете зайти вот в эти рестораны. Если, например, вы шопились, устали, то можно прийти сюда покушать, а потом продолжить свои покупки. А, и еще забыл, ребята, прямо возле рынка вот этого Урмос, да, вот сюда мы разворачиваем камеру. И у нас вот здесь прямо находится завод. Этот завод принадлежит фирме Якобс, которая делает кофе. Вы, наверное, все знаете такую фирму. И вот в этом заводе здесь изготавливают шоколад Якобс. Единственное, я не знаю, здесь изготавливают только шоколад или и шоколад и кофе. Ну, я думаю, что подписчики, кто из Ковнаса, то нам напишут, что здесь изготавливают. То, что шоколад здесь изготавливают, это я точно знаю. А вот кофе под вопросом. Еще также в этом видеоролике хочу сказать, что вообще этот рынок, он не появился на пустом месте. То есть, раньше на этом месте были заброшены какие-то советские склады. И потом вот этим складам таким образом дали вторую жизнь. То есть, их отремонтировали и сделали вот такой прекрасный рынок. Друзья, и на этом наше видео подходит к концу. О рынке я хочу сказать, что рынок очень большой, очень классный. Здесь огромнейший выбор. То есть, выбор как продуктов питания, так и одежды. Также здесь есть куча обуви всякой разной. Короче, если вы хотите пошопиться и купить себе много классных вещей, как я сегодня. То есть, я сегодня себе купил пальтишко, также еще попил кофе, купил торт, купил шокотис. Короче, весь я сегодня в обновках. И сегодня я поеду домой счастливый. Напишите, что вы думаете об этом рынке. Понравился он вам или не понравился. И напишите, есть ли у вас где-нибудь подобные рынки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Висогяро ики.